Друзья мои, всем привет! Я вам напоминаю, находитесь вы на моем канале, меня зовут Александр. Канал называется Александр Автоподбор25. Я занимаюсь проверками автомобилей перед покупкой. То есть я вам могу проверить автомобиль, который находится уже здесь, в Владивостоке. Вы можете через меня заказать автомобиль напрямую с аукционов Японии. Да, есть плюсы заказа автомобиля с аукционов Японии, но также есть минусы. Есть плюсы покупки автомобиля здесь, на авторинке, зеленый угол. Есть минусы покупки. В любом случае, в любом случае решать, решать только вам. Более подробная информация, как всегда, по телефону, в WhatsApp. Если я не отвечаю вам на звонок, значит, я занят. И вы должны понимать, я не могу постоянно сидеть на телефоне. Представляете, если я буду постоянно сидеть на телефоне, тогда кто будет работать? Поэтому, если у вас есть вопросы, написали мне в WhatsApp сообщение, вам автоматически пришел ответ по стоимости моих услуг. Позадавали мне вопросы, как только я освободился, я сразу же вам ответил. Отвечаю я на абсолютно все смс. Практически на все. Непонятные сообщения. Здравствуйте, сколько будет стоить пасса? Они будут неотвечены. То есть, когда задаете мне вопрос, у вас конкретика должна быть. Я люблю конкретику. Хочу машину, хочу Forester, хочу такой пробег. Хочу такую комплектацию. Сколько будет стоить данный автомобиль? Ребята, еще просьба. Серьезно, не тратьте ни свое, ни мое время. Если вам просто так поинтересоваться, то не надо этого делать, писать. Не отнимайте, пожалуйста, время. То есть, есть реально те люди, которым нужна помощь, которые хотят приобрести автомобиль. А так, ой, а сколько будет стоить пасса? Я буду через год. Ну, блин, ну это просто смешно. Вообще, я вам скажу так. Я ориентируюсь по сайту drom.ru. То есть, вы меня просите посмотреть автомобиль, да, сколько будет стоить то, сколько будет стоить это. Я примерный ценник понимаю, я примерный ценник знаю. Но чтобы точно сказать, я захожу на drom, выбираю тот же самый Forester, смотрю по комплектациям, да, вот, и смотрю средний ценник. Не ленитесь. То есть, это делается все очень легко. Сайты авито, автору, против них ничего не имею. Говорю там, частенько уже об этом говорю. Вот, но мы в Приморском крае, да, на Дальнем Востоке, мы ориентируемся по сайту drom.ru. Итак, приехал на авторынок. Воскресенье, блин, жара невыносимая. Вот, нужно работать. Сейчас сделаю небольшое видео, посмотрим, как изменился ценник, потому что по ценнику, по-моему, у нас на канале давненько не было автомобилей. Вот, и пойду дальше работать. В общем, если вы хотите привезти автомобиль с аукционов Японии, пишите мне, я вам подробненько все расскажу, как это делается, как это происходит, да, как себя застраховать, вообще, как проходят все платежи. И самое важное, здесь вас никто не обманет. То есть, все платежи я вам буду предоставлять, скрины с личного кабинета, вы курсы можете сравнивать. Ну, я думаю, кто собирается привозить машину с Японии, вот, они об этом знают. То, что можно обмануть, да, скажем так, своего клиента, здесь обмана никакого нет. В общем, более подробная информация уже по телефону. Ладно, погнали на авторынок смотреть цены. Забыл сказать, забыл сказать, где подписки? Люди. Поддерживаем, поддерживаем мой канал, подписываемся. Это сделать несложно. Пишем комментарии. Поехали. Так, находимся на первой стоянке. Это автостоянка Лидер. Скажем так, она вас встречает на авторынке зеленый угол. Что мы здесь видим? Что мы здесь... Какие автомобили у нас продаются? Итак, это Honda Stepwagen. Полтора литра, 1 миллион 539 тысяч рублей. Штатное литье, бесключевой доступ, повторители, обвесы, хорошая комплектация. Пробег, ребят, не знаю. Еще раз повторяю, я вот, когда я подхожу к автомобилю, вот, пожалуйста, подошел к данному автомобилю. Я его не проверяю. Здесь лежит аукционный лист, 4 балла, пробег 147 тысяч. Если честно, я думаю, пробег здесь настоящий. Такие пробеги, как правило, не скручивают. Ну, а дальше, дальше нужно смотреть. Итак, Бонго грузовичок. Это 15-й год, бортовой грузовик. Он на коробке, на механике. Это редкость. И это очень хорошо. Надежность. Цена 998 тысяч рублей. Мало, очень мало таких грузовиков осталось. Что вот именно бортовых, да, что вообще, в принципе, Бонго. Бонг, что вон это. Следующий автомобиль, это у нас минивэн. Хонда стрим. 2009 год. Год непроходной. Как везут вообще непроходные автомобили, да. То есть, там выигрыш идет за счет цены в Японии. В Японии такой автомобиль стоит недорого. Но пошлина на него, конечно же, большая. Девятый год. Штатное литье. Тоже бесключевой доступ. Хромручки, повторители. Что у нас здесь еще есть? Дальше нужно смотреть. 3,5 балла. Пробег 57 тысяч. И стоимость 955 тысяч рублей. Сегодня, опять же, много ходить не будем. Машины открывать не буду. Вот сделал вот такой вот небольшой обзор. На этой стоянке. Погода сегодня просто жесть. Сколько время? Без 15-12, уже 30-30 градусов. Шикарнейший автомобиль. 18-й год. Двухлитровый. Оценка 4,5 балла. Пробег 62 тысячи. Стоимость автомобиля 1 миллион 985 тысяч рублей. Полноценный микроавтобус, ребят. Полноценный. Ну и вы вот эти вот автомобили почему-то называете минивены. Для меня это автобус. Семейный микроавтобус. Массивный такой бампер. Массивная, ну решетка не массивная. В общем, морда получается массивная. Идет у автомобиля. Есть здесь. Также у нас сонаро установлено. Безключевой доступ. Здесь идут вот такие вот накладки-расширители. Агрессивность придают автомобилю. Ну и задняя часть автомобиля. Следующий автомобиль. Кроссовер это Mitsubishi. Аутлендер они есть. Гибриды электрички. Есть не гибриды. Это у нас идет в HEV. Не знаю как вам, но в принципе кто за мной наблюдает. Я кроме Subaru ничего не перевариваю. Ценовая категория, ценовая политика. В принципе она одинаковая на вот эти вот все данные автомобили. Да, ну, подешевле можно отнести Nissan, но Nissan не знаю, я бы не рискнул бы брать. 2,5 миллиона, 18 год, 4,5 балла, 2,2,4. Следующий автомобиль тоже самое. 2,4, 4,5 балла, 2 миллиона. Тут, ребят, не понять. То ли 2,460, то ли 2,490. А вот все вижу. 2 миллиона 460 тысяч рублей стоит автомобиль. Опять появились у нас двадцатки. Двадцатка у нас почему-то появляется только в начале рынка. Не знаю почему. Так, но они нам немного неинтересны. Ценник на них не указан. Перейдем с вами на следующий ряд. На другую сторону. Honda Fit Shuttle. Всегда востребованный автомобиль. Всегда. Это полтора литра, не гибрид. Стоимость 795 тысяч рублей. Ну и, собственно, вот он, Субарь. Ну, опять же, это свежий кузов. Здесь 2 миллиона, 2 миллиона плюс он будет стоить. Они есть двушечные, есть 2,5. Этот у нас 2,5. Премиум комплектация 2,5 миллиона. Ничего удивительного нет. Мало, очень мало, что вот эти вот летайсики, что вот хайсы. Мало таких автомобилей. Итак, это восемнадцатый год. Это дизель 2,400. 2,400, вот сверху написано. 2,200. Ну, в общем, 2 миллиона, 2 миллиона плюс. Всегда популярный автомобиль, но их всегда очень мало. Сай, гибрид. Таунайс, это у нас 17-й год. Он тоже на механике, 950 тысяч он стоит. Бонусом уйдет японский багажник. Знаете, мне вот самому интересно, сколько стоят прадики. О, цена появилась. Итак, 21-й год, 2,8. Дизель, оценка 5 баллов. Пробег 30 тысяч километров, 4 миллиона 700 тысяч рублей. Следующий. Восемнадцатый год, 2,7, бензин, 4,5 балла, пробег 28 тысяч, 3 миллиона 725 тысяч. Это RAV. Девятнадцатый год, 2,5, гибрид, полноценный. 4,5 балла, 27 тысяч пробег, 2 миллиона 850 тысяч. Следующий, правда, это 21-й год, это тоже бензинка, 2,7, пробег 9 тысяч. Так, цена, не вижу цены. Не написали. Еще один. Четыре с половиной балла, а пробега, пробега здесь нет. И сервис стоит, гибрид. Гибрид, это у нас идет 2 литра, пробег 3-4 тысячи. Ценник тоже, к сожалению, на этом автомобиле не указан. Вижу, стоит жук, стояночка опустела. Машины покупают. И очень хорошо. Жук и ног. Смотрите, какой классный в обвесе. Ага, ценник-то никто не указал. Нох, это 18-й год, гибрид, 1,8, 4,5 балла, 2 миллиона 135 тысяч. Стоит шикарный, полноценный микроавтобус в моделисте. Что мы здесь пропустили? Так, Сай, я не сказал, сколько стоит. Сай, Везель, Филдер. Итак, Сай, штатное литье. Вот здесь такие накладочки, это очень удобно, чтобы вот эти места не царапались. Летняя резина. Вижу, у нас полный кожаный мультируль. 1 миллион 899. Так, 1 миллион 750 тысяч. И здесь уже приготовили распечатку о состоянии батареи. Везель у нас идет 1 миллион 765 тысяч. Это 18-й год, пробег 40 тысяч, оценка 4,5 балла. Они есть гибриды, есть не гибриды, есть просто полторашки. Филдер у нас гибрид. Стоимость Филдера, они все идут полторашки, 1 миллион 25 тысяч рублей. Дальше у нас стоит сети 200, это 11-й год, 1 миллион 150 тысяч. Альта, 17-й год, 07, 385 тысяч рублей. Вот у кого денег нет, пожалуйста, кто хочет попробовать японский автомобиль. Да, да и вообще, в принципе, вот знаете, многие ко мне обращаются. Мне нужна там жене первая машина, мне нужна дочке первая машина. Да вообще, мне, в принципе, нужна просто недорогая первая машина. Ребят, это ваш вариант, ваш вариант взять такой автомобиль и научиться на нем ездить. И посмотрите, какой красавец у нас стоит. 19-й год, 2,5-й гибрид, 2 миллиона 650 тысяч. Это у нас Toyota Tank, комплектация GS, 810 тысяч. Так, я не понял, почему GS написано. Может, я ошибся, да нет, указано GS. Так, ну да ладно, бог с ним. Следующий автомобиль, это Toyota Rack из 4WD, 1,5 литра, 11-й год, цена 780 тысяч. 780 тысяч рублей. Про бокс. Видите, кредит написано. Я кредит не даю, кстати. Так, полторашка, 18-й год. Многие спрашивают, дают кредиты на зеленки, не дают. Да, ребят, кредиты дают. Какие условия, я не знаю. Будет интересно, то есть, если захотите поднять эту тему, то обязательно зайдем в кредитной организации и поговорим с ними. Это Muvik, такой цвет на любителя. 18-й год, 580 тысяч рублей. Что тут еще интересного стоит? Танк стоит. 20-й год, 4 балла. Так, цена, цена, цена. А нет у нас цены. Тоже нет цены. Паса. Вот идеальный автомобиль. Ну, опять же, первый автомобиль научиться ездить. Это Alta, да, Kikarчик. Но если вы уже умеете ездить, и вам нужен хороший, вообще неприхотливый автомобиль, который, в принципе, ломаться у вас не будет, это ваш вариант. Toyota Pasa. 4WD, 685 тысяч. Мазда, 860 тысяч. Я не помню, когда последний раз покупал, отправлял, да и вообще проверял такой автомобиль. Я не знаю, с чем это связано, не беру. 4WD, 18-й год. Так, еще один танк. Я могу перепутать, да, в плане назвать там танк, назвать танком, могу назвать руми там, субариком. Короче говоря, ребят, 700, 775 тысяч. И автомобили. Танк, Toyota Tank, там Toyota Rumi, Subaru Justi, Daihatsu Tor. Это полностью одинаковые автомобили. Это у нас руми. Давайте захватим с вами еще NV-шку и будем заканчивать. NV, опять же, да, вот выбор. Многие думают, что взять. Либо Nissan NV, либо Mazda Bonga. Ну, по мне, так NV-шка, она лучше. Но, опять же, NV, они 4WD пошли, по-моему, с 2018 года, если мне не изменяет память. Так, цены здесь нет, цены здесь нет. Ну, примерно, чтобы было понятно, вчера приезжал подписчик, проверяли автомобиль, взяли NV. Я не помню, какой год, по-моему, 17 год на механике. Ага. Я сейчас не вспомню, за сколько ее взяли. Вот хотел сказать, а не получилось. В общем, недорого. По-моему, в районе 900 тысяч. Друзья мои, ну, на сегодня нужно заканчивать, несмотря на просто шикарную погоду. На выходной день нужно идти работать. Вот, взял кофе, блин, разлил. В принципе, в принципе, у меня выходных не бывает. Работаю я всегда, работаю я постоянно. Поэтому, если вам нужна помощь в приобретении автомобиля, хотите привезти с аукционов Японии, привезем с аукционов Японии. Хотите проверить автомобиль, который находится уже здесь, в Владивостоке, проверим. Звоните, пишите, обращайтесь. Я напоминаю вам про разницу во времени. Разница с Москвой 7 часов. Поэтому не звоните, пожалуйста, по ночам. Еще раз напоминаю, пишите, пишите по делу. Просто так, а что то, а что это. СМС-ки останутся неотвечены. Цените просто свое и мое время. Всем хорошего настроения. Всем пока, ребят.